Есть ли у животных сознание? Этим вопросом задавался еще Чарльз Дарвин, когда размышлял над эволюцией сознания. Тому же была и посвящена конференция в Кембридском университете в июле 2012 года. А результатом этой встречи стала Кембридская декларация о сознании, в которой говорится, что люди не уникальны во владении неврологическими механизмами, генерирующими сознание, а вместе с ним и намеренное поведение. Так, согласно этой декларации, сознание присуще всем млекопитающим, всем птицам и многим другим животным, в частности некоторым насекомым и головоногим моллюскам, например, осьминогам и кальмарам. По словам ученых, которые исследовали этот вопрос, нервная деятельность не ограничена корой больших полушарий мозга, и для возбуждения эмоциональных состояний и генерации сознания крайне важны подкорковые нервные структуры. Во время исследований было показано, что искусственное возбуждение одних и тех же участков мозга у человека и у животных вызывает соответственное поведение и чувственное состояние. Причем, где бы в мозгу у животных не происходило это искусственное возбуждение, многие из форм их последующего поведения согласуются с теми чувственными состояниями, которые были испытаны. Это и есть проявление намеренного осознанного поведения. Тем не менее, ученые не заявляют, что сознание, как и способности чувствовать удовольствие и боль, у животных и у человека абсолютно одинаковы. Исследователи придерживаются точки зрения, что они очень похожи. Так, например, если собака чувствует боль или радость, в ее мозге активируются нервные структуры, подобные тем, что активируются в мозге человека, когда он чувствует страх, боль или удовольствие. Важно отметить, что по мнению авторов декларации, она написана прежде всего для общественности, а не для ученых. Исследователи надеются, что научное признание существования сознания у животных поможет остановить злоупотребление миллионами живых созданий ради питания, одежды, развлечений и науки. По словам одного из ученых, провозгласивших декларацию Филиппа Лоу, каждый год не менее 100 миллионов мышей, крыс и кур используются в научных экспериментах. А вероятность того, что тестируемый препарат дойдет до стадии клинических испытаний на человеке, составляет только 6%. Именно поэтому, считает исследователь, сегодня людям нужно направить всю свою изобретательность на разработку технологий, уважающих жизнь животных. И прежде всего, на разработку бескровных методов исследования. К слову, ежегодно по всему миру съедают примерно 50 миллиардов кур, 2,5 миллиарда уток и 1,3 миллиарда свиней. Также в общей сложности в пищу употребляют около 1 миллиарда коров, коз и овец. Вот и все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!